денис приветствую тебя привет привет встречи технически фундаментальных анализ смотрим на рыночную ситуацию и конечно же тем кто нуждается в информации ищут ее подсказываем как можно действовать в моменте друзья напоминаю то что это наше субъективное мнение с денисом это не призыв к стопроцентному действию поэтому не забывайте что ответственность за торговые решения не пересел на вы фильтруйте информацию опять же пропускайте через ваше видение рынка и уже на основании всего этого действуйте и открывать конкретные позиции ну а мы с денисом с двух сторон анализируем рынок опять же все виды анализа иногда даже психологию запрагиваем то есть какое-то мнение о перспективах активу точно может сложиться и сегодня заседание это б соответственно сегодня ждем хорошей волатильности по европейской валюте если ориентироваться на московское время 14 45 друзья процентной ставки ключевая по депозитам и классика по и cb через 45 минут после этого будет с пресс-конференции выступать глава и cb косинного соответственно давай перейдем график так друзья сейчас на ваших экранах уже должен был загрузить спать евро доллара котировки как вы видите 16 моменте около того на чуть ниже ходим я считаю что сегодня есть очень хорошая возможность попробовать просто поторговать не какой-то трендовой динамикой не забегать вперед с оценкой перспектив там даже на конец недели на следующей неделе а просто попробовать рискнуть в расчете на всплеск волатильности который может в диапазоне примерно охватить движение в фигуру то есть в примерно 100 пунктов какое мое мнение по тому какие решения сегодня будут приняты европейским центральным банком конечно же не процентной ставки не программа количества смягчения ничего из этого меняться не будет потому что так устроено все на финансовых рынках регуляторы должны предупреждать заранее общественность какими-то намеками сигналами может быть даже более-менее очевидным какие изменения могут произойти потому что это важно чтобы любые корректировки не провоцировали какую-то немыслимую волатильность потому что нестабильные финансовые рынки это негатив для каждой экономики для валюты и целом для репутации регулятор который отвечает за стабильность вот этой ценовой политики в каждом регионе по и цб конечно же нас не готовили к тому что какие-либо изменения сейчас будут и я думаю что и цб сейчас совершенно не нужно отказываться от мер экономической поддержки вот последний отчет айфо постоянные комментарии от руководства что последний рост инфляции является временным и кстати говоря если сравнивать и и цб и действия федеральной зерной системы и смотреть на уровень инфляции в еврозоне цифра в еврозоне она не такая высока потому что три четыре процента из последних данных исследовала а вот в сша уже 5 и 5 процентов то есть скорее американскому регулятору нужно что-либо действовать в плане корректировки политики нежели чем не цб у европейского центрального банка есть еще возможность понаблюдать за развитием событий и порассчитывать на то что последний рост инфляции это исключительно временное явление вчера кстати минэкономии германии понизли прогноз роста экономики ведущего локомотива валютный блок экономики германии с 3 и 5 до 2 и 6 процентов и вот на вот этом негативе мы подошли к самому заседанию европейского центрального банка но мне кажется было бы странно сейчас от и цб слышать что пришло время для сокращения экономических стимулов поэтому я сегодня рассчитываю на то что он рынок столкнется как раз со всплеском волатильности в результате этого всплеска можно попробовать и закинуть отложку sell limit на отметку 1.1620 и ждать потенциального снижения в район по уровню 1.15 вот смотрю параллельно также еще на индекс рыночных настроений кайман который доступен всем клиентам компаниям сейчас большинство трейдеров покупает европейскую валюту и вот пожалуйста психология которую я затронул в начале нашего эфира как действовать против толпы это еще один аргумент сейчас еще один стимул поставить на локальное снижение главного валютного риска так доллар канадец это герой вчерашнего дня потому что заседание банка канады кстати говоря я сейчас использую по евро точно такую же тактику как вчера использовал по канаду ожидание небольшого всплеска вверх движение восходящего пара до выхода до оглашения решения поставки потом опять же потенциал на снижение только лишь вчера разумеется канадский доллар укрепился потому что как и ожидалось банк канады на фоне последнего прогресса как и с борьбой против а к вида так и в макроэкономическом плане также на фоне значительного роста инфляции который не существенно превышает даже показать еврозоны сейчас все вертится вокруг инфляции потому что инфляция мотивация для регуляторов чтобы что либо делать и корректировать монетарную политику и вчера канадский регулятор отказался полностью программа количественных мячений делал серьезный шаг в сторону ужесточения политики на это канадский доллар отреагировал укреплением и добил до цели которую я ранее насматривал это уровень 1.23 сейчас идет локальный рост я думаю что он вряд ли продолжится долго потому что я ожидаю что цен на нефть возобновит восходящую динамику поэтому друзья здесь могу порекомендовать дождаться коррекции в район уровня 1.24 и снова шортить с целями 1.23 1.27 2 так по поводу рынка драгоценных металлов тоже может смотреть вот частности денис если у тебя будет идея например по серебру тоже который мы периодически рассматриваем было бы неплохо ну я чтобы охватить два актива основных рынка драгоценных металлов могу пару слов сказать про золото которое вновь вернулось к сопротивлению 1800 долларов я считаю что золото может еще сходить вверх там в районе 1825 и выше и сегодня очень важный день не только для евро но и для долларов потому что сегодня будут опубликованы данные по ввп важный важный и значимый индикатор для федеральной резервной системы ожидания не очень в принципе по прошлой обе живой книги было понятно что в третьем квартале американская экономика явно забуксовала соответственно если данные выйдут плохими это может снова повлиять на то что а фреса вновь начнет откладывать решения по сокращению экономических систем и я думаю что у нас есть уже первые индикаторы того что именно так может произойти потому что вчера вышли слабые данные по заказам товаров длительного пользования и сразу же на эти слабые данные отреагировали американские трежерис которые перешли к снижению поэтому я считаю что золото будет сейчас поддерживаться снижением доходности американских облигаций и еще потенциальным ослаблением курса доллара поэтому здесь ставка верно денис слово тебе хорошо включаю показ замечательно что должно быть уже видно да значит касательно евро тут я тебя поддерживаю но единственное что евро большинство вариант что сделают локальный добой вниз здесь по большому счету в принципе с прошлой неделе практически ничего не менялось то есть локальный добой сделают вниз у меня зонка поддержки здесь сделана точнее это зона покупателей в сочетании с 1 2 маржиналка и в целом сама даже по себе структура очень намекает на то что здесь бы в идеале добить пониже а затем уже только после этого пойти хоть какую-то более-менее значимую на разворотку вверх это где-то вот 11 17 и 11 у нас 50 особенно уровень вот я ориентируюсь скажу а вот вот на этот как раз уровень то есть 11 17 50 это позапрошлый уровень при падении вниз и реально очень неплохо работает как-то не через один срабатывать есть такая вот фишка уже замечал не раз поэтому я лично за рост но единственное после добоя вниз а с точки зрения опционов здесь ситуация подтверждает эти мысли потому что нижние границы недели буквально цена уже достигла их нижней границы месяца находится у нас минимумах текущего месяца с минимум 12 октября именно здесь у нас находится как раз нижняя нижняя граница месяца затем так что у нас там было канада по канаде кстати очень любопытная ситуация дело в том что вчера то есть 124 45 125 вот в этом районе отсюда я ожидал выброс там чуть-чуть не добили и сделали кидок если смотреть стратегически то есть ничего не поменялось стратегически я буду рассматривать именно долгосрочный рост это очень хорошо видно и по акционам также и по рыночной структуре то есть как именно цена добивает вот эту всю канитель вниз тем более по расширенному каналу тоже очень хорошо сюда попадает область и плюс ко всему у нас формируется сейчас классное накопление а единственное не исключаю конечно домой еще чуть ниже потому что меня вчера очень удивило что цена не смогла пробить минимум 21 октября то есть текущего месяца минимум почему не пробили то есть там совсем чуть-чуть оставалось в районе 12 пунктов и били били не добили вот этот момент меня действительно немного смутил поэтому либо буквально с текущих но это нужно хотя бы внутреннюю еще на торговку взять и затем закрепление выше для того чтобы зона покупателя сформировалась то есть либо с текущих попытаются добить в район 126 приблизительно то есть ключевому профилю накопление всего текущего контракта декабрьского либо же попытаются сделать выброс пониже все-таки к тому уровню который ожидал то есть 12250 и с него выброс в общем оба варианта развития событий они носят абсолютно одинаковый конечный результат то есть я считаю что по канаде уже такая реально более менее значимая коррекция здесь назрела и в принципе вчерашний выброс вниз на ставки то есть который показывает нам слабость уже реальную слабость продавцов здесь как раз на это же тоже намекают а вот что касается как золото так и серебра я считаю ничего не поменялось мы с тобой как раз прошлый четверг рассматривали золото говорили исключительно об растущей тенденции ничего не поменялось абсолютно вся та же самая картина считаю века была так и осталась и потенциал роста у нас конечно же здесь не исчерпан и как минимум на 1830 ожидая дальнейшие движения это по золоту по серебру нечто абсолютно аналогичное единственное только здесь бы хотелось увидеть добой коррекции потому что если золото еще более-менее откорректировать то серебро держится кстати молодцом весьма весьма молодцом и с учетом нахождения порных уровней с учетом профильных объемов у нас есть очень классная зона 23 23 45 назовем именно с этой области ожидаю классный выброс снова вверх по опционам у нас до конца года рост там вообще ведет на 30 и выше поэтому хотя бы я думаю где-то 26 28 цена у нас ближайшие пару месяцев с огромной вероятностью все таки возьмем поэтому металлы причем это кстати и к платине тоже относится в общем рынок драгметаллов я считаю что исключительно только вверх денис спасибо тебе за твой точку зрения как и всегда собственно у нас тенденция с тобой по ожиданиям и техникой фундамент и наши субъективные мнения совпадают здорово смотрим как рынок тебя отработает напоминаю что сегодня день точно будет волатильным насыщен по содержанию экономического календаря на следующей неделе мы с денисом еще раз все обсудим посмотрим как оказались ли мы правы верны ли были наши прогнозы и будут конечно же новые рекомендации и нет тебе хорошего трейдинга по факту этих событий и классно 20 недель и хороших выходных спасибо тебе тоже отличных выходных и не менее отличной недели спасибо пока